Первая команда, команда Кирилла Мартыненко. Давайте подбодрим их. А как раз, чтобы никто не подсматривал. Так нормально, да? Всем привет, ребята, меня зовут Аня. И я здесь для того, чтобы рассказать вам, над чем наша команда, над каким проектом наша команда работала последние два дня. Три дня и две ночи. Значит, смотрите, мы получили вот такое вот интересное помещение. Это отдельно стоящее здание с подвалом, с мансардой. Также у нас есть прилегающая территория размером 11,5 акров. Это прекрасный фруктовый сад. Расположение тоже неплохое. Парковая зона, элитный район Львова. Вход в Стрийский парк буквально напротив, неподалеку, консульство и коммерческая академия. Конкуренты. На самом деле их совсем немного. Это ресторан премиум класса «Делиз». И, в общем-то, мы с ними свитерничать не собираемся. Пожалуйста, наш дом, наш сад, наша терраса. Ребята, мы открываем ресторан. Вилла Западловского. 1924 год. Добро пожаловать в Симейну Авантюру. Уважаемые менторы, вашему вниманию наши фирменные наливки, наши паштетики, наши мармуляды. Все исключительно, это все старинные польские рецепты, которые сохранились от нашей прабабушки. Добро пожаловать в Симейну Авантюру. Местный профессор-микробиолог, пан Бздашик Западловский. Поселился он там, в этом уютном особнячке, и зажил со своей хозяюшкой Ядвигой Ядзей, которая была очень знатной хозяйкой. К ним в гости ходили все соседи, все друзья. Ходили постоянно. И в выходные дни, и в будние дни. Шли годы, друзей становилось больше. Ходили в гости они все чаще. И абсолютно все советовали открыть небольшой семейный ресторанчик. И вот в один прекрасный день предпринимательный пан Западловский решил, ну действительно, чего бы, собственно говоря, и нет. Вот она наша семейная авантюра. И они открывают у себя дома ресторан. В ресторане продолжала готовить ядя, помогала ей племянница Бася. Официантами взяли сыновей Тадеуша, Влодока. Поколение сменяли поколение. Прошло несколько, сменилось несколько властей. А на смену классики и ретро пришел модерн. И вкусы, в общем-то, у всех менялись. Но единственное, чему семья Западловских никогда не изменяла, это своим старинным семейным рецептом. Наш концепт, друзья. В Вилла Западловского семейный ресторан, в котором все блюда приготовлены по старинным рецептам, как я уже говорила. В этом ресторане, как у мамы дома, никогда не знаешь, что будет на обед. Каждый день подаются новые блюда. Неизменным остаются только соленья, паштеты и закуски. На ужин, собственно говоря, тоже никогда не знаешь, что и будет. Поэтому вот такая вот семейная авантюра. Можно быть уверенным только в одном. Это всегда самое свежее, самое вкусное, только что из печи. И все продукты Маниедзе сама выбирает у рыночных торговок. Ну, все остальное вы, в общем-то, прочитали уже, я думаю. Нельзя не уделить внимания оригинальности и уюту нашей виллы. Через небольшой полисадник проходим к светлой террасе, на которой зимой и летом мы наслаждаемся видом стрийского парка, попивая каву по-львовску. Через окошко можно заклянуть на кухню, где куховарит Ядзе. В большом фойе, кроме столиков, стоит буфет. Так, назад. Вот. Проходим мы через террасу, попадаем в большое фойе и видим огромный буфет, который весь заставлен паштетами, соленьями, закусками. Все это можно отведать. А дальше небольшой сюрприз. Мы проходим в зал, где в современном интерьере только проскальзывают мотивы вековой истории. Старинные фотографии, антикварное бюро, нетронутые полы, немножко потертый палас. Вот. Из фойе есть два выхода. Можно подняться по виду лестницы на второй этаж, в большую гостиную с балконом. Летом на балконе мы устанавливаем столик для поцелуев, откуда можно наслаждаться видом старинного Львова. Ну, и панорамой сада. А если не подниматься наверх, а выйти напрямую через красивый вход, который вы видели на втором слайде, мы попадаем в большой яблодиновый сад. Там стоят уединенные столики под деревьями. Кроме этого, там еще небольшая детская зона. Деревянный домик, качели, гамак. Тут родители спокойно могут побаловаться рюмочкой на стойке, в то время, когда дети заняты играми. Забыла про один маленький нюанс. В нашем саду под забором прополота грядочка, где высажены ароматные травы. И если сильно попросить пана-бсдашика, он собственноручно нарвет вам травы и завернет их с собой в пергаментный сверточек. Вот. В этой семье есть еще один полноценный член семьи. Это кот по кличке Мурок. Он очень варяжный. Нет, он Мурок. Знатый попрошайка, любимец всех детей, но очень добрый. На мансарде, мансарду мы сдаем в аренде арт-студии, где что взрослых, что детей, обучают всевозможным ремеслам и рукоделию. Ну и также у нас, вы помните, по входным данным, есть небольшой погреб, в котором расположен зал на маленькую компанию. И вот такие вот всевозможные секретные маринады и наливки. Прошу. Вот планировочка. Ёвочка, Ёвочка рисовала планировочку. Вход через террасу, слева кухня, справа два зала, по центру то самое фойе с огромным буфетом и винтовая лестница. Второй этаж. Полностью адаптирован под зал с посадкой. По центру вы видите большую гостиную. Также есть универсальные залы для компаний. И, ну, собственно говоря, они более или менее универсальные. Там как большая компания садится, так и несколько компаний парадновременно. Подвал мансарда. Переходим к бизнес-плану. Я буду читать. Так. Хотела сказать, что мы достроили мансарду, чтобы увеличить количество посадочных мест. Террасу. Почти. Вот. Таким образом, мы достигли 150 посадочных мест в этом относительно небольшом доме. Задание подразумевает серьезные конструктивные изменения. Поэтому затраты на общестроительные и инженерные работы относительно велики. Около 800 долларов на квадратный метр. Общий объем инвестиций в ресторан без учета погубки недвижимости составил 620 тысяч. Или 1540 долларов на квадратный метр. Мы не говорили, что вы не задаете вопросов. Структура операционных затрат. По опыту работы львовских ресторанов мы за средний чек приняли 110 гривен. Себестоимость продукции 30% от оборота. Общие переменные издержки получили 39% от оборота. Мы решили не смешивать показатели эффективности инвестиций в недвижимость и инвестиции в ресторан. Поэтому для внутреннего расчета эффективности ресторана мы приняли арендную ставку 25 долларов за квадратный метр в месяц или 8750 долларов в месяц, что соответствует 11% годовых от инвестиций в недвижимость. Чтобы вы долго не разбирались в следующей табличке. Нет. Ну, в какой-то из табличек. Совершенно забыла рассказать вам. Оно там все есть, не переживайте. На самом деле нам пришлось купить этот дом за 950 тысяч долларов. Вот поэтому мы все вот это вот и разбивали, делили на арендную ставку и так далее. Аренду они не давали. Вот. Точно должен быть еще один слайд. Убрали? Смотрите, все очень хорошо. Вот сначала затрата, затрата, а потом выручка как пошла? Сейчас попробую прокомментировать. Ну, в общем, все, что могу вам сказать, что плавный выход посещаемости на уровень 1,4 мы планируем к 15 месяцу работы ресторана. Вот так вот. Несмотря на то, что он отдален от пешеходных и туристических потоков. Дальше. Вот они наши польские рецепты. И мы говорим про ресторан, поэтому наше меню. Это образец дневного меню, что мы предлагаем на обед. Зубка помидорова с леной в имтистом. Зеленая салатка с яйком и тасметаной. Зубок запеченный подсосом каперковым и палюшками от бабки Крадковской. И руляда с кроля с венгеркой гарнируется кашей краковской. Также в субботу мы предлагаем панские снеданки. Они начинаются довольно поздно, как для завтраков, и продолжаются до 2 часов дня. Ну, суббота, черт возьми. Яйка Вітольда Долинского, налесники аля Жорж, сырники с цукатами та маминою мармулядой, запеканка рыжова с ябками и битою сметаной. Завши є в меню паштеты от пані Ядзі. У сына куряча з дикого кабана та ші семнадцять видів паштеток. Три види намазанок. Оселедець по львовську і легуміны от прабабці. Це всевозможні пляцки, тістечка, шарлотки, сарники, топерники. І ось так і називається. Нельзя забыть про налівки западловського. Чого тут тільки немає. Вишнєвеца, цитринувка, малиновеца, пожичковеца, мянтувка, зубрувка. Більшість з них ви можете відведати прямо зараз, не відходя від касси. Маркетінг. Основна задача наша – це создання уникальної семійній атмосфери, в якій кожний гость почувствує себе так, як будто прийшов до себе дому. В продвижении ми не делаємо акцента на дорогостоюю внешнюю рекламу і рекламу в СМІ. Все активності направлені на создання інфоповодів среди потенціальних гостей, ну, ілі среди уже наших сложившихся посітітей. Способи продвиження ресторана. На старте ми знайомимося з соседями, разнося їм лично приглашення. Очень небольшой елитний микрорайон, повторюсь. Все гости без исключения получають комплименты. Як тільки гости присаживаются за стол, наш Тадео Шевлодек предлагає їм бабці на сулінню, а после сытной трапези получають настойки. Веселенькая тележка, которая разгуливает по парку, угощает деток в выходные дни всевозможними свежим і пляцком, це домашнюю ламонаду. Також у нас периодически проходять тематические вечера, кулинарная школа, ну, грех не запустить, хотя вроде как и баян, но думаю, что это самое интересное будет из ивентов. Дополнительная генерация потоков благодаря арт-студии в мансарде, куда ходят не только дети, а и взрослые. Мини-магазинчик, в котором можно купить наши фишечки, наши соленья, всевозможные смеси секретных специй и кулинарную книгу Ядзи. В социальных сетях Ядзи ведет свой кулинарный блог, в чем вы, собственно, можете убедиться, если добавитесь в друзья к Ядзи Западловской на Фейсбуке. Можете начинать прямо уже. Вот. Друзья, двери виллы Западловского открыты для всех авантюристов, которые ценят традицию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ